Здравствуйте! В эфире программа «Из первых рук». Сегодня мы поговорим о работе Совета по защите прав предпринимателей. У нас в гостях председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Республиканской палаты Атамикен Есимхан Акнаурызович Курмангазин. Добрый день! Добрый день! Скажите, пожалуйста, вот сегодня мы провели первый прием предпринимателей. С какими вопросами чаще всего обращались? Вообще, если можно, то приведите, пожалуйста, несколько примеров. Хорошо. Мы сейчас ввели в практику, чтобы проводить прием предпринимателей. Вот сегодня у нас был первый прием. Те предприниматели, которые имеют, ну, скажем, какие-то свои жалобы, те вопросы, которые у них не решаются, они обратились к нам. Мы сегодня первое заседание, вернее, прием провели с департаментом агентства по делам государственных служб и противодействия коррупции. Вот сегодня в основном пришли по тем вопросам от предпринимателей по иманколу. Обратилась, она в 2007 году взяла лицензию на реализацию алкогольной продукции. В то время лицензию выдавали разовую, они оплатят за это и все. Потом она, говорит, с 2009 года не работала, но все время сдавала чистые отчеты и написала, что она не занимается этим. Ну, налоговая инспекция посчитала с 2015 по сегодняшний день и начислили 600 тысяч штрафа. Они говорят, что с 2015 года этот лицензионный должны ежегодно оплачивать сборы. Мы, выслушав его до этого, с таким вопросом порядка 20 предпринимателей обратились. У нас до этого было 31 числа заседание Совета. Совета, да. Да, на этом Совете. Мы и тогда обратились вот этим предпринимателям. Мы, изучив каждую из них жалобу, мы говорим налоговым, почему вы тогда с 2015 года по сегодняшний день молчите? Если бы вы сказали ежегодно платить 150 или 200 тысяч, предприниматель бы заплатил. Но когда она суммарно уходит у кого-то 600, у кого-то 700 тысяч, это уже много. Этот вопрос теперь мы задание дали нашим юристам. Каждого предпринимателя сопровождает этот вопрос в суде и защищает. Мы уже есть результаты, которые помогли предпринимателям. И второе, мы направили письмо в Национальную палату в Республику, чтобы они обратились в Верховный суд. Обычно же суд всегда принимает в сторону непредпринимателя. Обратились к ним, что есть такие вопросы. И обратились, чтобы палата обратилась в комитет госдоходов. Что раз они практически прозевали сами, почему должен страдать предприниматель? Он готов платить. А когда первое время эти лицензии выдавал Акимат, они просто выдавали и все, никакого учета не ввели. Был такой случай, даже на одно здание, скажем, по одному адресу, в год выдавали по 3-4 лицензии. Например, я взял лицензию, не работаю, отошел, вы пришли. Вот такие. И много таких вопросов было. Второе, ИП по кассовым машинам обратились к нам. Это те предприниматели, ИПшники, которые работают в торговых домах и в рынках. Они говорят, мы сегодня те старые кассовые аппараты, мы пользуемся. Мы, говорит, готовы и на новые перейти. То есть онлайн, да? Да, онлайн. Но они говорят, это же не только что купить за 70 тысяч от кассового аппарата. К ней должен подтянуться интернет. А мы, говорит, иногда работаем в подвальном помещении. То есть доступа нет? Нет, доступа нет. Подсоединение, все и выходит в большую сумму. Они предлагают, давайте, говорит, если мы по новой открываемся, мы купим эти аппараты и установим. Но если, говорит, мы работаем по старому, когда сломается, кончится срок, мы новые готовы купить. Ну дайте нам отсрочку. Этот вопрос мы сейчас прорабатываем совместно с нашим департаментом госдоходов. И хотим найти, ну, скажем, какое-то решение. Какое-то решение, да? Ну я до этого, после выступления тоже, к нам обратилась частная нотариус. Хотя нотариусы вроде и не предприниматели. Но они говорят, мы уже во все инстанции обращались, вот пришли к вам последним. Мы выслушали их. На самом деле у них вопрос стоит о том, что у них по ихнему законодательству частная нотариус, которая работает у себя, производит ту работу, которую она должна провести, она не имеет права на другой должности работать. А у них создали палату, руководитель палаты, говорит, установил себе большие оклады и получает. Жалуется на него. Мы, говорит, до этого жаловались в департамент юстиции, ну, во все инстанции. Не было ответов. Мы выслушали их полностью и по агентству по делам государственной службы, мы направили, он присутствовал сам, направили письмо, говорим, просмотрите. Почему? Если есть коррупционка, пусть они рассматривают. Ну, еще можно такое, вот, Prime Energy компания, то они установки, вот эти игральные, там, установки устанавливают. И маслехаты, там, определенную сумму им не должны платить. По-моему, 8 МРП, что ли. Они говорят, ладно, мы за 9 аппаратов стоят, за него будем платить. Теперь их составляют еще и за приставки. Говорят, ну, приставка-то при чем? Мы за аппараты платим, за приставки не должны платить. Ну, у нас членами нашего совета являются и депутаты. Мы их, написали им запрос, чтобы они просмотрели этот вопрос, раз устанавливают маслехат, в маслехате. И второе, чтобы наши юристы тоже произучили. Вот такие вопросы много. Ну, ресторан с Зерия обратился, говорит, ежемесячно их, оказывается, энергосистема проверяет, ну, установленные пломбы на месте или нет. Ежемесячно проверяли, говорит, один раз зашли, говорит, пломбус, одна из четырех пломб сорвана, оказывается, на рубильнике, на щитке. Ну, они, говорят, и выписали им штраф 1 миллион 700 тысяч. Они добиваются, говорят, ну, мы же ежемесячно проверяете все. И тем более не на счетчике, говорит. Ну, даже можно просмотреть, сколько же они реально платят ежемесячно. Почему они должны заплатить 1 миллион 700? Мы этот вопрос тоже сейчас прорабатываем, хотим немного помочь. То есть очень-очень много проблемных вопросов, да, с которыми обращаются. Да, ну, это первое. Я думаю, что... И почему предприниматели обращаются к нам? Если они будут напрямую обращаться в госорганы, скажем, то уже в госдоходы, они знают, что вопрос сразу, они не получают ответа. Раз, и второе, идет гонение. Вот как палата, представители этой палаты, нотариусов сказали, члены, они говорят, сейчас полностью идет гонение за нами. Нас уже начали, говорит, виновными делать за то, что мы жалуемся. А что касается деятельности палаты по итогам текущего года? Ну, вот мы по результатам заседания, мы провели 10 заседаний советов. Из них одно заседание провели совместно с Депоагентством по делам государственной службы противодействия коррупции. Из более 22 вопроса мы рассмотрели, из них 76% уже решили положительные вопросы. Решено положительные. Есть вопросы, которые, ну, еще не нашли и находятся в работе. Те вопросы, которые, скажем, подзаконные акты. Вот последнее у нас заседание совета, мы рассматривали вопрос о завозе племенного скота в Октябрьскую область. Деньги выделены, большие деньги выделены. Институты развития эти деньги готовы и уже раздали крестьянам. Но ветеринарная служба запретила приграничных с Россией завозить. Мы говорим, мы не против, чтобы завозили больной скот. Но надо же просмотреть, если в одном хозяйстве больной, нельзя говорить, что вся область больная. А, скажем, с дальних регионов завозить, это, во-первых, накладные в сумме и другое. Но если эти деньги мы сегодня не используем, мы, скажем, там, по-моему, порядка 2000 голов маточного поголовня, мы сегодня не завезем его. Год закончится, деньги уйдут. И мы этот вопрос сейчас направили в прокуратуру, чтобы они просмотрели деятельность, скажем, нашего управления сельскохозяйства, ветеринарной службы. Почему они до сих пор на работе? Не решили этот вопрос. И направили письмо в Национальную палату в Астану, чтобы они с комитетом, с Министерством сельскохозяйства проработали эти вопросы. То есть очень много, да, таких вопросов, в которых... Да. И в дальнейшем мы планируем вот свое теперь следующее, 11-е заседание, хотим провести совместно с областной прокуратурой. Много вопросов системных, которые накопилось, мы хотим с ними совместно провести. А для чего? Те вопросы, которые выносятся на наш совет, мы говорим, давайте реальные вопросы, которые решаются здесь, мы решим здесь. Потому что мы приглашаем всегда на совет первых руководителей, чтобы решить этот вопрос. А если вопрос не решается здесь, мы все равно это будем продолжать и решать. В дальнейшую работу проводить, да? В дальнейшую работу проводить. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за содержательную беседу. Это была программа «Из первых рук». Всего доброго, до свидания. До свидания, спасибо. Спасибо.